Всем привет дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам расскажу пару секретов для маленьких уровней. То есть, где-то это маленький уровень, это считается где-то в пределах с 5 по 10. Поскольку с 10 там уже пошла генетика и поскольку там уже это переход во взрослую жизнь, как это по мне. Как это по мне, взрослые уровни. Итак, начнем. До появления подарков, сейчас я вам всем, вообще всем, любым уровнем желаю покопить звезды. Ну если вы там участвуете в мехах активно, то пожалуйста тратьте. Но я все-таки желаю вам их покопить. Хотя бы ну тысяч пять точно накопить на эти, те же подарки. Поскольку разработчики все-таки утаивают, но по мне кажется то, что подарки будут с играми разума. И поэтому, пожалуйста, под накопите звезд. Это для всех моих подписчиков такое обращение. Копите звезды, друзья. Так, вроде бы все сказал. Так что начинаем. Для начала, конечно же, желаю вам сидеть на уровнях. Так как я буду сидеть на седьмом уровне достаточно долго. Не буду вообще нападать. То есть буду ждать игры разума, нападать только с играми разума. В общем, все, ловите меня на слое, то что я буду на седьмом левеле сидеть на уровне. Идем дальше. Что вам нужно? Вам нужна хорошая группа с фанатками либо на рингстоны, либо на шаолиньки. Ну, желательно, конечно же, на шаолиньки, поскольку, ну и звезды тоже вам понадобятся, но и шаолиньки тоже. В общем, если хотите, вступайте к нам в группу. Передаю ребятам, всем, кто вступил в нашу группу вот недавно, большой привет. Особенно Жирок, вот привет тебе. Ред Халк, Красный Халк, тоже передайте привет. Хотя ты сидишь на левеле, вот, например, вот смотрите, я хочу тоже таким же статью. Думаю, в дальнейшем тоже буду копить, качаться и становиться все сильнее и сильнее. Так, ну я сказал то, что нужно копить вам генетику и шаолиньки. Ну, генетику ясно. Ясно, ясно, вы не сольете никогда до 10 уровня. Но я всего лишь навсего накопил 9000. Это очень мало. Блин, почему-то мне по два раза листается. Дальше копим наши дзендухи. Я буду копить их, ну, где-то до открытия подарков с играми разума, поскольку там я только буду качаться. Либо до перехода на какой-то левел, поскольку сейчас я не нападаю, не граблю, ничего такого не делаю. Ну, думаю, до подарков докоплю эту нашу с вами шаолиньку. Что же дальше? В ангаре. Ну, сейчас я хожу на мехи, качаю, пробую качать свой катализатор. На Титане еще ни разу не ходил. На Сосити тоже не ходил ни разу. Ну, хотя у меня звание вот такой вот ликвидатор. Хотя, посмотрите, я только ходил несколько раз. Всего лишь 223 хп я набил, не занимая никаких призовых мест. Зато тратил всю расходку. На экспедиции полигон ходить это все на ваше усмотрение, поскольку качать мех или нет, это для вас. Но я все-таки пытаюсь качать каким-то образом свой мех. Дальше. Участие в турнирах. Ну, все зависит, сколько хп вам осталось до левела. Вот мне дают за один турнир по 2 хп, 2 очка опыта. То есть, в зависимости от того, что я принял участие в 10 турнирах, мне дали 20 хп. Это тоже, как бы, большой плюс к другому левелу. Но я не стараюсь сейчас переходить на левел, я буду просто сидеть, как я уже сказал. То есть, участвовать в турнирах можно, но не очень часто. Хотя бы по 2, максимум 3 турнира в день. Ну, этот турнир марафон тем более идет. Дальше. Я пожелаю вам копить торнов, поскольку торны тоже нужны вам будут потом в следующем. Я хочу при переходе на 8 левеле, а это будет еще не скоро, Я хочу слить все свои торны, которые я еще коплю. Ну да, коплю. Я сказал, все, копить будут торны. То есть, я буду копить торны, и копить я буду где-то, ну, не знаю, сколько накоплю, так накоплю. Но участвовать в бойцовском клубе я не собираюсь, поскольку не прибавили еще игры разума, и я не буду еще участвовать. Ну, с играми, понятное дело, буду. Также старайтесь копить креонит и улучшать свои вещи. Точнее, ну, не вещи, а оружие. Выберите 2 оружия максимум, ну, одно оружие, и качайте его, сколько вы можете. Например, я прокачал свою скорость, да, плюс 11. Ну, вот, 11,5, можно так сказать. И есть 8 креонита. Но креонит я сливал уже, и не помню куда, точно не помню. И, в общем-то, вот такие вот пирожки. Звездочки тоже постарайтесь копить. Все, я уже говорил, то, что скоро добавят подарки с играми разума. Ну, что еще? Ну, кредиты бессмысленно копить. Лучше таратьте их на улучшение, как я уже говорил, ваших вещей. То есть, как улучшать? Просто берете, заходите в обычное улучшение, без всяких там звезд, без всего. Просто-напросто улучшаете. Ясно, понятно, что вам будет ломаться предмет, но у вас будет идти прогресс. Вот видите, сколько я уже 524 накопил. Это уже больше половинки. И вот такие вот у нас пирожки. Можно качать так до плюс 15. А потом уже с помощью кредита быстренько качнуть его до редкого. Но в этом тоже есть свой плюс. Так, ну что еще? Участвуйте в авентах, скупайте подарки. Вот все мои советы, которые я хочу дать новичкам. Поскольку у меня самого только 20-й левел, но уже даю советы на таких маленьких уровнях. А я буду качаться до Нового года, сидеть до 7-го левела. Даже до большего посетства стараюсь посетить. В общем-то, я буду качаться. Друзья, я с вами прощаюсь. Если вы хотите помочь каналу, то ссылка на донат есть в описании. Либо же зайдите на главную страницу канала. Там в правом верхнем углу есть ссылки на мой ВКонтакте, донат и мой канал в Твиче. А и все ссылки тоже будут в описании. Так что всем спасибо, если досмотрели этот ролик до конца. Если есть желание, то вступайте в нашу группу Карамба ТВ. А я с вами прощаюсь. С вами был Матвей. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok